Семь лет с 1954-го Галина Андерсон преподавала физику, потом еще два десятилетия была директором. Под ее руководством Пушкинская школа вошла в число самых престижных учебных заведений Карелии. Что сделать, чтобы школу знали не только в Петрозаводске, но и за пределами. И она поняла, что рядом у нее очень сильный профессиональный коллектив. И поэтому методическая работа, которой тогда очень большое внимание уделяли, учителя стали учителями-наставниками, учителями-методистами. И к ним приходили на уроки, на открытые мероприятия, на мастер-класс. Ну тогда это не звучало как мастер-класс, это уже современный термин. Но вот тогда школу узнали. Коллеги преподавателя отмечают, у нее была феноменальная память. Она помнила каждого своего выпускника и узнавала спустя десятки лет. Но возможно дело не только в остром уме, но и в глубокой привязанности к родной школе. Даже после выхода на пенсию Галина Александровна тихонько заходила в кабинеты, помогала, советовала. Увековечить заслуги первого народного учителя Республики Карелия в школе решили партой героя. Мероприятие приурочили к столетию со дня ее рождения. За партой будут сидеть лучшие ученики. Мы устанавливали парты в основном героям Отечественной войны, героям СВО, тем, кто совершил подвиги, защищая нашу республику, нашу страну. Это героические подвиги. А это первая парта, которую мы устанавливаем герою педагогического труда. Парта не только расскажет о заслугах Галины Андерсон, но и научит ребят тому, что героем можно стать не только в бою, но и в любимом деле. Илья Лопухин, Дмитрий Усиченко, Служба новостей.